На Ямале выбрали лучшего воспитателя. Абсолютным победителем конкурса стала педагог из Муравленка Елена Васильева. Бумажные свидетельства больше не нужны, вступили в силу новые правила поверки счетчиков. И общественные организации «Семья Муравленка и счастливые дети» готовятся к реализации грантовых проектов. Здравствуйте! Теперь об этих и других событиях расскажем более. На Ямале имеются уникальные условия для реализации проектов перерабатывающих предприятий. Вопрос производства в России продуктов нефтегазохимии обсудили в Тюмени. Международный форум собрал представителей федеральных министерств, экспертов, топ-менеджеров добывающих компаний. Спикером главного пленарного заседания о будущем нефтегазовой отрасли стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Подробности в следующем сюжете. Вода вытекает, нефтепродукты остаются, никакого фокуса. Мембрана обработана микрогелем в основе разработки резидентов Сколково. Жмых яблока и свеклы. Мембрана, уже говорят, испытано в условиях реальной экологической катастрофы. Изделия из этих мембран в этом году мы задействовали в процессе ликвидации аварии федерального масштаба, которая произошла в нашей стране. И наша команда больше половины лета провела на месте ликвидации аварии. Сохранение экологии – одна из заглавных тем не только на форуме. Мировая структура потребления перераспределяется в пользу возобновляемых источников энергии. Впрочем, автомобиль с водородным двигателем станет массовым еще не скоро. Куда острее стоит вопрос производства России продуктов нефтегазохимии. Не нужно иметь семи пяди во лбу, чтобы задуматься, что необходимо переходить к более глубокой переработке и созданию новых рынков и продуктов. Арифметика простая. По словам вице-премьера, каждый углеводородный рубль после глубокой переработки превращается в четыре. Эксперты, между тем, подсчитывают, где выгоднее размещать такие предприятия – возле государственной границы или поближе к месторождениям. Но можно убить двух зайцев. Все условия для этого есть на Ямале. Благодаря нашим СПГ-проектам, которые сейчас известны на весь мир, логистика стала понятна и безопасна, самое главное. У нас получается уникальное экспортное окно, которое уже сегодня работает. И некоторые месторождения, которые сейчас на повестке обсуждаются, они имеют очень интересный химический состав. Там действительно очень хорошо смотрятся перерабатывающие возможности. Для реализации новых проектов необходимы понятные условия игры. Форум – та самая площадка для диалога государства и нефтегазодобывающего бизнеса. Кстати, первая в период коронавируса. Этот вызов пока остается. Но, по словам участников, мировой рынок постепенно возвращается на допандемические позиции. Эрнест Бавшин, Антон Иванов, Новости Муравленко. В Новом Уренгое завершился окружной конкурс педагогического мастерства «Воспитатель Ямала-2020». Абсолютным его победителем стала педагог прогимназии Эврика Елена Васильева. Напомним, в течение четырех дней 13 самых ярких, активных, творческих представителей дошкольного образования со всего Ямала демонстрировали свое педагогическое мастерство. Победительницы вручили большую хрустальную жемчужницу, диплом и сертификат от окружной организации профсоюзов работников образования и науки. Елена Васильева будет представлять Ямал на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель России», который состоится в Перми. Их работа требует педагогического таланта и особых качеств. 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. О профессии как о призвании расскажет Анастасия Попова. «Ребята, вы все утром пришли в детский сад. А скажите, пожалуйста, ребята, а кто же вас встречает в детском саду?» «Воспитатели». Она встречает своих воспитанников с теплом и любовью и не представляет, что могла бы заниматься чем-то другим. Воспитатель детского сада «Олененок» Юлия Зубарева живет своей профессией. После того, как она получила образование в Сургутском педагогическом университете, уже 10 лет воспитывает и наставляет малышей. Помогает им, ведет за собой и продолжает оставаться ребенком в душе. По-другому, говорит, в этой профессии просто нельзя. «Определилась я с выбором своей профессии, наверное, еще в детстве, когда пошла в первый класс, и примером был для меня учитель, мой классный руководитель. И тогда, наверное, я уже решила, что я судьбу свою именно свяжу с этой профессией. И уже я работаю 10 лет воспитателем детского сада. И, конечно же, я решила для себя и поняла, что это самая лучшая профессия». В марте Юлия Зубарева была признана воспитателем года в муниципальном конкурсе профессионального мастерства «Педагогическая симфония». По оценке жюри ей не было равных, но по объективным причинам не смогла в этом году принять участие в окружном конкурсе. Сейчас готовится к следующему. «Я хотела поучаствовать, чтобы показать, чему я научилась, показать свои методы приема в моей работе. И, конечно же, помимо того, что я делилась своим опытом, я еще брала этот опыт у моих конкурсантов. И большое им спасибо. И, конечно же, конкурс – это мощный тренажер для моей педагогической деятельности. И после этого конкурса, конечно же, все методы и приемы, которые были продемонстрированы на конкурсе, я в дальнейшем буду применять». Юлия Зубарева говорит, что очень важна обстановка в коллективе, в котором работаешь. Коллеги относятся к ней с большим уважением, а она, в свою очередь, готова всегда прийти им на помощь. «С Юлией Михайловной мы работаем более трех лет вместе. Очень грамотный, отзывчивый специалист. Ребята, я очень часто наблюдаю, как по утрам ребята с большим удовольствием бегут к Юлии Михайловне в группу. И мы, как коллеги, как сотрудники одной организации, я смотрю, что очень много к ней обращаются за советом, так как она молодой специалист, более продвинутый в каких-то технологиях». Сегодня в детских садах Муравленко трудится 645 дошкольных работников. Из них 241 – это воспитатели. И перед каждым стоит невероятная задача – найти особый ключик к мыслям и чувствам каждого ребенка. Для этого необходимо обладать колоссальным терпением, навыками и настоящим талантом для работы с детьми. Анастасия Попова, Петр Хаджаев. Новости Муравленко. Вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений, согласно которым единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства о поверке счетчиков теряют юридическую силу. Они могут выдаваться по желанию заказчика, но будут носить только справочный характер. В то же время свидетельства, выданные до 24 сентября 2020 года, сохраняют силу до окончания интервала между поверками. Закон отводит на передачу данных в реестр большой срок, но это сделано скорее для случаев, когда метрологические работы проводятся на индустриальных предприятиях у больших заказчиков. А в случае с индивидуальным прибором учета, если он корректно работает, запись может быть внесена на месте поверки. Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы за последние сутки в 10 муниципалитетах округа. По данным регионального оперштаба на Ямале получено 89 положительных тестов на COVID-19. 14 рабочих заболели в вахтовых поселках, еще 75 человек – в муниципалитетах округа. Самое большое число заразившихся в Ноябрьске – 21, в Муравленко – 16, в Салихарде – 10, но у Мурингоя – 8 новых случаев. В Надыме и Длопытнангах – по 7, в Губкинском и Ширышкарах – по 2. Единичные случаи зарегистрированы в Тазовском и Пангодах. Всего на Ямале госпитализировано 395 пациентов, четверо находятся в тяжелом состоянии, двое – в крайне тяжелом. Выздоровели за сутки 25 человек. На Ямал поступила первая партия вакцины от коронавируса. В тестовом режиме пришло небольшое количество доз – всего 42. Это связано с тем, что препарат требует особых температурных условий при перевозке и хранении. Схема его поставки в лечебные учреждения должна быть тщательно отработана. Распределением вакцины занимается Департамент здравоохранения. Как и поручил президент, весь объем будет направлен на вакцинацию медиков. Она будет носить исключительно добровольный характер. Муравленковский госавтоинспектор и совместно с представителями общественной палаты города провели профилактическую акцию «Ребенок – главный пассажир» и проверили, как соблюдают водители правила перевозки детей. Патрулирование организовали вблизи дошкольных учреждений. Автолюбители проверяли на соблюдение правил по использованию детских автокресел. Можно сказать, что у нас водители достаточно серьезно относятся к перевозке детей и пользуются специальными детскими удерживающими устройствами, либо автокреслами. И дети, в принципе, знают, как ими пользоваться, как пристегиваться. Ну и у ребенка подсознательно, наверное, точно заложится в памяти. Его работники БДД угостили шоколадкой, дали ему шарик, похвалили его. В другой раз, даже если мама забудет, я думаю, что ребенок точно постегнется. Также в рамках региональной недели безопасности детей на дороге сотрудники Муравленковской госавтоинспекции организовали ряд встреч и профилактических акций с юными участниками дорожного движения и напомнили им о важности соблюдения правил дорожного движения. В Муравленко сразу две общественные организации готовятся к реализации грантовых проектов. Они направлены на развитие в нашем городе инклюзивного пространства. Подробности расскажет Дарья Диатулина. В общественной организации «Семья Муравленко» сейчас готовятся к открытию инклюзивного фестиваля конкурса «Мы вместе». Это один из победителей конкурса фонда президентских грантов. Для мастер-класса они пригласили хореографа из Ханты-Мансийска Александра Гафта. Меня сюда пригласили поставить номера по северной тематике. Ну и параллельно что-нибудь интересное для конкурса, то есть конкурсные номера. Дело в том, что я довольно-таки давно работаю как постановщик и поэтому с большим удовольствием приехал сюда. Сейчас девочки учат танец «Алеуточка». Для них он новый, поэтому они внимательно следят за каждым движением хореографа. Ну, я немножко слушаю, но мне очень нравится. А почему? Потому что в нем очень много интересных новых движений. Мне легко учить, потому что сначала учат, а потом уже легко получается, когда учат. Фестиваль-конкурс будет приурочен к 90-летию округа. Организаторы планируют провести его уже в октябре. У нас будет и кулинарный конкурс, и декоративно-прикладной конкурс, и вокальный конкурс, и театральный конкурс. То есть там очень много этапов будет подготовки к этому всему, к этому фестивалю. И потом заключительным у нас предполагается, все-таки, я думаю, что у нас это все-таки произойдет большой концерт. Вот закрытие фестиваля. Открытие, закрытие фестиваля. Другая общественная организация «Счастливые дети», выигравшая грант-губернатора, пригласила профессора Жано Лебо, которая на протяжении трех дней будет рассказывать родителям особенных детей о методике «Рулисен». Она необходима для детей с задержкой психологического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальной недостаточностью. Не то, что это мастер-класс, нам выдадут сертификаты, по которым мы имеем право работать. Мы сразу же приобретаем наше оборудование. Для каждого? Нет, оборудование у нас будет приобретено только для нашего центра, а в процессе, если какая-либо мама захочет приобрести это оборудование, то у нее есть право по сертификату в любой момент для своего ребенка приобрести это оборудование. То есть оно не медицинское, но оно показано, и работают очень многие реакцентры. И детские сады работают, и школы работают, и каждая мамочка это может делать, в принципе, даже и на дому. Метод «Рулисен» в России реализуется с 2003 года и включает в себя 12 программ. Они помогают детям развивать слух, речь и внимание. Одинаковые результаты психологические. Когда мы спрашиваем родителей, помогу вашему ребенку, 95% мамы говорят, да, помогу. Конечно, когда врачебные исследования, там результаты меньше, но 80-85-90% в зависимости от патологии. Дарья Диатулина, Антон Иванов, Новости Муравленко. Поисковый отряд «Ратибор» уже неделю несет осеннюю вахту памяти в Бельском районе Тверской области. Всего в экспедиции «Бельский плацдарм» работают 15 отрядов из Москвы и Подмосковья, Ямала, Калуги, Архангельской и Брянской областей. Первые кадры, полученные из местроскопок, изучила наш корреспондент Татьяна Бойко. Осенью поисковиков в этих местах встретишь нечасто. Как правило, в экспедицию отряды отправляются весной, в канун Дня Великой Победы. Но пандемия внесла свои коррективы, и в мае поисковики здесь работали лишь малыми разведочными группами. И успешно. Отряд «Высота 201.2» из подмоскованного Пушкина подняла останки двух красноармейцев. Благодаря смертному медальону установили имя одного из них. Это рядовой Михаил Гусев. Место, где застала смерть бойца, поисковики показывают внучке красноармейца. Она смогла приехать на место раскопок во время осенней вахты памяти. У напарника Гусева, солдата, у него тоже был медальон, но медальон был у него нестандартный. У него была бумага вставлена в гильзу и заткнутая деревяшкой. Он, к сожалению, и слел. Его, когда попытались открывать, уже там нечего было смотреть. А вот Гусев оказался молодец, медальон хорошо завернул, плотно еще, когда отворачивали, то есть тогда и написал грамотно все и качественно, и сохранился. Евгения Кузнецова, внучка красноармейца, на Бельский плацдарм приехала из Ульяновской области. Семья долгие годы пыталась установить место гибели дедушки и уже не надеялась на чудо. Поскольку бабушки нет в живых, рассказать уже об этой странице истории уже никто не может. И она вышла замуж за Гусеву Михаила, переехала в его деревню. После того, как пришла похоронка, мы как бы догадываемся уже об этом, она вернула свою деревню. Поэтому вот этот пласт небольшой, который они жили вместе до того, как он ушел на фронт, для нас оставался загадкой. И вот немножко работа поисковиков помогла восстановить вот эту ветку нашей семьи. Сейчас в районе деревни Демехибельского района Тверской области работает 15 отрядов, почти 90 человек. Раскопки ведутся уже неделю. Если первые дни подводила погода, то сейчас ясно и солнечно. То, что нужно для плодотворной работы. По итогам экспедиции на сегодняшний день обнаружено 21 боец. Ну, поднял 21 боец. Сейчас идет работа по установлению имен девяти солдат. Ищут родственников. О том, что здесь более 70 лет назад во время ожесточенных боев погибли тысячи солдат, напоминают братские могилы и небольшие воинские захоронения. Местные жители как могут присматривают за могилами солдат. А в этом году к благоустройству подключились и ямальские поисковики. СМИ это составлено. И губернатором Ямал-Нимского автономного округа была выделена определенная сумма денег для благоустройства воинских захоронений. И я думаю, что с сегодняшнего дня работа начнется. Благо тому, что погода более-менее устоялась, дожди закончились. С сегодняшнего дня уже поехали ребята на закупку материалов. И я думаю, что в ближайшие дни мы эту работу продолжим. Ратибуровцы уже облагородили четыре воинских захоронения, что находятся в Бельском районе. Одна из могил это воинов летчиков, погибших в 41 году 27 июня. Их экипаж был сбит здесь, на территории Бельского района. И три братских могилы, которые мы тоже также силами всего отряда облагоустроили, покрасили оградки, обустали лавочки, скамейки, поправили памятники. Ну а сегодня, буквально сегодня, наш отряд выехал в лес, и мы полным составом проводим уже поисковую экспедицию. Пока остается открытым вопрос по захоронению останков солдат, обнаруженных во время осенней вахты памяти. Скорее всего, их торжественно передадут земле в следующем году, в мае, в преддверии Дня Победы. Татьяна Бога, Кирилл Амаев, Новости Муравленко. Учреждения дополнительного образования приглашают дошкольников записаться в различные секции и кружки для раннего развития. Это поможет будущим первоклассникам качественно подготовиться к школе. Подробности у Ксении Богомоловой. Ни для кого не секрет, что дошкольные секции важны для гармоничного развития ребенка. Спортивные помогают ему быть более энергичным и гибким. Творческие воспитывают любовь к искусству, а интеллектуальные научат решать и анализировать задачи. И все это является частью единого воспитательного пространства. Секции для раннего развития в городе Муравленко появились не так давно. Однако за несколько лет своего существования они смогли показать высокий уровень подготовки детей к школьному обучению. Так, например, в Центре детского творчества для дошкольников доступна хореографическая студия «Сюрприз», развивайка, восточные танцы. И это далеко не полный список образовательных программ. Секция 3D-моделирования Серафимы Москаленко существует больше пяти лет. Дети занимаются лего-конструированием и знакомятся с механикой. Снимают маленькие анимационные ролики. Всегда в игровой форме интересно узнавать что-то новое. То есть это, естественно, подготовка к школе в некотором роде идет. То есть общее развитие, знакомство опять же с вот этим алфавитом. То есть дети повторяют, знакомятся. Мы из урока в урок это все повторяем, повторяем. Плюс это в анимационных роликах у них остается на память. Они в любой момент это могут открыть, повторить. И это очень интересно для них. Важность дошкольного образования понимает и Фаеруза Мустафина, педагог хореографической студии «Сюрприз». Первый год программы направлен на развитие физических данных детей. После дошкольники начинают разучивать движения и танцевальные элементы. Ну, поначалу, конечно, адаптация, они все привыкают. И слезы были, и обиды были. Дети, сами знаете, у них характер какой. Но в этом году я прямо их не узнала. Вот была пандемия, два месяца они занимались по Зуму и три месяца отпуска. И я думала, что я сейчас их не соберу. Но вот как вы видите, я их собрала, они прям очень хорошо себя чувствуют. И мы занимаемся с ними ровно час. И они даже не выходят из зала. Им очень нравится. Родители понимают, что в данном возрасте дети чересчур активны. Поэтому кружки – лучший способ выплеснуть накопившуюся энергию. В игровой форме ребенку не только объяснят материал, но и подготовят к школе. Мы начали ходить еще в прошлом году. И мне кто-то из знакомых сказал, что здесь есть такая секция, куда принимают деток младшего возраста. Нам не было еще двух. И она очень активная дочка у меня. И поэтому я говорю, ну, может быть, можно привезти. И мне сказали, ну, давайте попробуем. Ну, привели, она сразу пошла. И вот так мы остались. Спрашивают, что делали на танцах. Она иногда так постесняется, немножко не показывает. А иногда, бывает, разойдется и там ногу назад в ласточку откинет. Там довольная. Программы для детей дошкольного возраста действуют и в художественной школе. Преподаватель изобразительного искусства Екатерина Орлова работает с дошкольниками 6 лет. На отделении раннего развития и юный художник ребенок впервые знакомится с творческой деятельностью. Только то, что самый маленький ребенок, он что в первую очередь делает? Он берет в руки карандашики и начинает молевать. Еще даже непонятно, что это за каляки-маляки получается. Но он уже развивает свой мозг просто, да, свое сознание. Пытается в этих образах найти что-то свое, да, и передать через это какую-то эмоцию или даже то, что он увидел. И постепенно, постепенно здесь мы, чтобы вот это, вот эти просто каляки-маляки превратились в уже действительно настоящий рисунок. Дошкольное детство – важный отрезок в жизни человека. Именно за это время ребенок приобретает значительное количество навыков, которые пригодятся в школьной жизни. Поэтому качественная подготовка детей к школе является одним из важнейших вопросов образования. Ксения Богомолова, Сергей Лукович, Новости, Муравленко. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова